Информационный час на канале Россия 24 Татарстан продолжает интервью. Казанцы собирают подписи под петиции о круглосуточном общественном транспорте. Об этом сегодня и поговорим в интервью с одним из организаторов этого проекта, Вячеславом Камышниковым. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вы создали сайт, на котором каждый желающий может поставить свою подпись. На сегодня это уже сколько людей? На данный момент в подписи собрано около полутора тысяч. К сожалению, немного замедлился сейчас сбор. Это связано с тем, что нам пора уже выходить за пределы интернета и более активно проводить свои акции. Как мы уже начали, в вашем новостном сюжете выходила как раз информация о том, как это проходило. И сейчас мы будем более активно заниматься этими акциями. И я надеюсь, что темпы мы опять нарастим. Для наших зрителей я напоминаю, что мы находимся в прямом эфире. Вы можете присоединиться к беседе по телефону 554-30-90. Как вообще возникла эта идея организовать круглосуточный общественный транспорт в Казани? Откуда она? Ну, каким точно образом она возникла, я уже и не помню, потому что идея к нам пришла около года назад. В силу разных причин у нас не получалось ее реализовать. Мы очень рады, что у нас не получилось этого сделать до того, как прошла универсиада. Потому что, как вы знаете, во время универсиады сделали транспорт до часу. И мы рады, что не получилось. Почему? Сейчас объясню. Потому что во время того, когда транспорт запустили, мы имели возможность отследить, сколько людей будет ездить. Как часто они будут пользоваться. Насколько он будет востребован. И, к счастью, мы заметили, что даже в 12 ночи на многих остановках было большое количество людей. Не только на остановках, но и в самих автобусах. И поэтому после того, как универсиада закончилась, транспорт убрали. Довольно часто встречались в интернете петиции на эту тему. Но так как они были малочисленные, им отказывали. Но это ваша личная инициатива? Вы сами часто возвращаетесь поздно домой? Или это люди, которые часто обращались к вам словами, мы хотим подольше, чтобы работал общественный транспорт? Так как Казань является третьей столицей, так как она сама себя так заявляет. Мы решили посмотреть, каким образом транспорт устроен в других городах. В более крупных Москве, Петербург, в соседнем Уфе, допустим. И мы увидели, что там транспорт работает в гораздо более удобном режиме, чем в Казани. Как вы знаете, довольно сложно уехать даже в 9 часов вечера, даже из центра. Про перемещение между районами уже говорить даже не стоит, так как это доставляет определенные сложности населению. И вот, наблюдая всю эту ситуацию, мы решили, что пора действовать. У нас есть звонок в студию. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Алло. Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаю вашу передачу, да. И мне кажется, как бы, идея-то неправильная. Она изначально неправильная. Объясню почему. Значит, первое. Если люди, которые, как бы, хотят пользоваться ночным транспортом, да, какую категорию не составляет людей? И какой процент из общего населения? И какой процент удорожания стоимости проезда дневного? Это приведет. А вопрос-то ваш в чем? Я против того, что товарищ предлагает. А, просто не сказано. Понятно. Спасибо вам огромное. На самом деле, эти вопросы уже поднимались в материале, который делали наши корреспонденты. Об удорожании стоимости проезда. Насколько он вырастет по вашим подсчетам? По поводу удорожания, хотелось бы отметить, что мы как раз предлагаем схему, которая позволяет не повышать стоимость дневного проезда. То есть мы предлагаем ввести двойную стоимость проезда именно на дежурных автобусах, которые будут курсировать с 12 часов ночи и до полного выезда всех автобусов на маршрут. Поэтому на дневной стоимости это не отразится никоим образом. А по поводу востребованности вы уже начали говорить. По поводу востребованности я хотел бы сказать то, что на данный момент ситуация такая, что люди не доверяют транспорту. То есть человек понимает, что если он ночью выйдет на остановку, он просто будет стоять и мерзнуть. Даже не ночью, даже если он в 10 часов выйдет на остановку, будет стоять и мерзнуть. Это такая же ситуация, если бы в магазинах не было еды, в магазины бы никто не ходил за продуктами. Поэтому если человек будет уверен, что он выходит на остановку и спокойно уезжает на транспорте, то это будет востребовано, по нашему мнению. И это доказывает то, что мы за не очень большой срок собрали полторы тысячи подписей. При этом на продвижение нашего проекта мы не тратили довольно большое количество своих сил и каких-то ресурсов. Как реагируют на ваше предложение, может быть, в комитете по транспорту городском или, например, сами перевозчики? Потому что, насколько понятно из материала, вот директор ПТП одного из них не стремится переходить на ночной режим работы. Вы обращались, вообще выходили к ним с инициативой? Мы пока не спешим этого делать, потому что число людей, от лица которых мы уступаем, пока не так велико, как нам бы хотелось. Потому что на портале госуслуг была такая инициатива, которую люди просили ввести, точнее продлить работу транспорта. Им удалось собрать 300 человек под эту инициативу, но им отказали. Чем меньше людей, а 300 человек это не такая большая сумма, тем легче властям будет отказать нам, тем легче им ссылаться на мнение. Какое количество людей вы хотите набрать, чтобы сколько под петиции подписались? Мы ссылаемся на проект метро 24, который был реализован в Петербурге. И у них собрано было порядка 50 тысяч подписей, так как наш город меньше и население у нас меньше. Мы собираемся собрать примерно 10 тысяч. Считаем, для того, чтобы начать менять эту ситуацию, этого количества подписей хватит. Еще один звонок у нас есть. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Я вот хотела сказать, что я категорически против того мужчину, который высказывался, что ночной транспорт не нужен. Он, скорее всего, таксист. Таксистам, конечно, выгодно. А вот молодежи, студентам, вообще, кто поздно возвращается с работы, очень-очень невыгодно. Понятно. Спасибо. Вопросов тоже нет. Участвуют у нас зрители сегодня. Я можно отвечу на этот звоночек? Просто хотел сказать, что на самом деле таксисты – это люди, которые не против нашего проекта. Мы во время проведения универсиады общались с таксистами, и их мнение, наоборот, как раз присвоположено полностью. Потому что они поддерживают наш проект, так как чем больше людей, тем больше будет пользоваться услугами таксистов. Потому что человекопоток растет, и процент людей, которые предпочтут такси, тоже вырастет. Поэтому человек, который первый звонил, скорее всего, работает в ПАТП. В начале диалога вы сказали о том, что будете как-то по-другому активнее призывать людей к голосованию. Какие-то акции у вас будут проходить? Мы собираемся выходить на улицы и проводить акции сбора подписей, как вот это уже делалось в ролике вашем новостном. И мы планируем делать это на довольно больших остановках. У всех входов в метро в разные периоды времени мы это будем делать. То есть это по несколько дней мы будем собирать, приходить к какой-то группе людей, раздавать свои листовки, стоять с планшетом или нетбуком и собирать подписи прямо на месте. Просто информируют людей. Еще в материале говорилось о том, что вы разработали какую-то схему, которая позволит выборочным остановкам не пустовать в ночное время суток. Понятно, что там не такой пассажиропоток, например, в 4 часа утра, как в 4 часа дня. В чем залог этой схемы? Мы предлагаем оставить не все маршруты, это во-первых. Мы предлагаем оставить 10-15 маршрутов, которые будут максимально охватывать город. Хорошим примером таких маршрутов является 10-й и 45-й. У них довольно большой охват. И еще мы предлагаем сократить количество, ну то есть не количество, а интервал. То есть мы предлагаем оставить 10-15 маршрутов в принципе и интервал сделать у них 1 или 2 в час. Таким образом они будут курсировать с 12 часов до 6 или до 5, в зависимости от того, где какие маршруты начинают. Еще один звонок у нас есть. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, я за то, чтобы транспорт выходил и ночью. Вы скажите, пожалуйста, где можно подписаться? Понятно, спасибо. Подписаться можно на сайте baskzn24.ru. Там есть вкладка «Подписаться». И там, в принципе, вроде как все интуитивно понятно. Мы старались сделать сервис таким образом, чтобы у пользователей не возникало вопроса. А для людей старшего поколения? Для людей старшего поколения как раз мы собираемся проводить вот эти вот акции на остановках. То есть он вживую сбор подписей при помощи современных технологий, планшетов, ноутбуков. Расскажите про вашу команду. Когда хочется вернуться все-таки к схеме, которую вы проработали, у вас какие-то специалисты в этой области есть? Или вы просто сами изучали опыт других городов? Нет, мы просто изучали опыт других городов как раз-таки, потому что нас на данный момент уже 5 человек. Изначально мы начинали втроем. Вот, мы просто студенты. В общем, просто инициатива. Просто инициатива. Еще один звонок у нас есть. Здравствуйте. 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 Меня интересует, как будет обеспечиваться безопасность на транспорте в ночное время суток. Потому что ночью это в основном неуправляемая пьяная молодежь. Какие вообще меры будут приниматься? Понятно. Спасибо. По нашему мнению, эту проблему позволяет в какой-то степени решить установка видеокамер, то есть авторегистраторов в салонах автобусов. Потому что наличие видеокамеры довольно хорошо отрезвляет ум. И должно решить. По поводу финансирования, раз уж так речь зашла, то есть установка видеокамер, это тоже недешевое удовольствие поставить его в каждом вопросе. Как-то финансовые вопросы продумывались в этой схеме, потому что все равно затраты будут? Так как мы продолжаем утверждать, что этот проект будет рентабельным, наша позиция абсолютно противоположна тому, что говорят владельцы ПАТП и руководители. Поэтому мы говорим, что любые затраты, которые потребуются на реализацию данного проекта, окупятся сами. Еще один звонок у нас есть. Здравствуйте. Алло. Да, добрый день. Добрый день, мы вас слушаем. Да, вот я хочу сказать, вот ночные транспорты, вот, для кого они существуют, для кого они хотят организовать вот эти ночные транспорты. Понятно. Спасибо. Нормальные рабочие люди ночью отдыхают. Они целый день работают, ночью отдыхают. Спасибо за звонок. Востребованность и аудитория, собственно. Довольно хороший вопрос, но хотелось бы ответить на этот вопрос таким образом, что, видимо, в магазинах, в кафе и во всяких ночных заведениях работают ненормальные люди. Видимо, человек считает так. То есть, довольно много организаций у нас в городе, которые заканчивают работу в 10 часов. Это означает, что человек с работой уходит в районе 11. Это всякие крупные магазины, торговые центры, бизнес-центры какие-то, может быть, клубы ночные, кафе, которые заканчивают после часу ночи. Людям тоже надо как-то добираться до дома. И, к сожалению, уровень зарплаты у нас не позволяет делать это постоянно на такси. Спасибо вам огромное за интервью. К сожалению, заканчивается у нас время. Вам спасибо. Только пожелать вам успеха. Спасибо. Информационный час на канале Россия 24 Татарстан продолжается. Не переключайтесь, впереди еще очень много интересного. Продолжение следует...